С тем временем, во временно оккупированном Мариуполе, гауляйтер временно оккупированного города, член запрещенной партии ОПЗЖ, в Украине запрещенной Константин Ивашенко, убит. Что конкретно произошло, эту тему, а также другие темы, обсудим с советником городского главы Мариуполя. Петр Андрющенко присоединяется к нашему эфиру. Петр, рады приветствовать. Вечер добрый. Добрый вечер. Петр, начались зачистки? Да, в полном ходом, уже, собственно, сколько, больше двух недель, как Ивашенко, о котором вы говорили, сменили на другого гауляйтера. В результате распределения власти, опять же, поставили более лояльного и приближенного к ФСБ, а ФСБ отравила Ивашенко. Собственно, мы искали и до сих пор ждем окончательного подтверждения информации. Но о чем точно известно, что если еще не умер, то недолго осталось, потому что он находился в последнее время под аппаратом ИВЛ в клинике Калинина в Донецке в реанимации в результате отравления, которое получил в Мариуполе. Причем получил его с утра, а после обеда уже был назначен новый гауляйтер. Поэтому зачистка идет, вопрос только, кто будет следующий. В принципе, с нашей точки зрения, нормальная история. Меньше нам хлопот после деоккупации. А чем он был кому-то, не то чтобы полезен, а опасен? Кому перешел дорогу? Какие-то, возможно, схемы курировал, которые бы хотели курировать, возможно, оккупанты из других российских городов? Расскажите. Ну, слишком много знал. Учитывая, что, собственно, 8 лет готовить и работать с сетью шпионов, информаторов, резидентов в городе Мариуполе, знать все подноготно, как это было. Ну, и в конечном итоге, финальная точка, то, что он из группы влияния господина Саблина, этого депутата Госдумы, который относится к Министерству обороны Российской Федерации, к разведке, а не к ФСБ, то есть из другой ветки влияния. Поэтому, на всякий случай, знаете, показать всем, кто главный, и заодно подчистить все хвосты для того, чтобы не разговаривался после своей смены. Потому что все прекрасно понимают, что после того, как меняют эти говорящие головы на оккупированных территориях, то они почему-то становятся очень говорливы и начинают рассказывать правду из-за того, что обижены. И в результате вниманием, поэтому становится легкой мишенью, в том числе и для наших спецслужб. Поэтому, чтобы не было повадно, чтобы не было соблазнов, нет человека, нет проблемы. Складывается впечатление, что оккупанты уже чуют приближение конца, потому что, ну, целая серия событий, которые указывают на то, что это настоящие чистки. Сейчас не утверждаю, потому что нет результатов расследования, но тем не менее, в Санкт-Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной. Она руководила управлением финансового обеспечения Минобороны Российской Федерации в Западном военном округе. Понятное дело, что правоохранители Российской Федерации предполагают, что дело, и речь идет о самоубийстве, однако, ну, вряд ли они скажут правду в этом случае. Окей, а если чувствуют приближение конца, то как изменилось поведение оккупантов во временно оккупированном украинском городе? Никак. Не сказать, что они чувствуют... Ну, смысл в чем? Крысы есть крыса, да? Когда они чувствуют приближение конца, первое, что они делают, это видимость, что ничего не происходит, и вьются вокруг новых аулейтеров для того, чтобы обеспечить свое собственное выживание. То есть каждый стучит на каждого, каждый клянется верности навсегда, поэтому сейчас идет процесс, когда новая ветка власти присматривается, кого убрать, кого оставить, а старая оставшаяся ветка власти, да, пытается выжить всеми возможными и невозможными способами, в том числе и ценой жизни, грубо говоря, своих бывших соратников. Поэтому, пауки в банке, операция происходит, да, мы с удовольствием за ней наблюдаем, как принято говорить, да, взяли попкорн и смотрим, чем дело закончится. Думаю, что в течение ближайших пару недель станет ясно, все-таки, кто остался, кто ушел, кто ушел, ушел куда, поэтому скучно не будет на самом деле. Ну вот, как-то так. Расскажите, пожалуйста, о том, что в самом городе происходит. Есть информация, что в Мариуполе сейчас местных предпринимателей заставляют ремонтировать военную российскую технику. Это уже вторая волна, так называемой, национализации. Изначально все было для фронта, все для армии, просто отжимали имущество у людей, в том числе и автомобили. А сейчас уже заставляют ремонтировать. Вот что об этом известно? Расскажите, пожалуйста. Вообще, насколько мариупольцев заставляют работать для российского оккупационного фронта? Ну, заставляют. Как работали такие работы, тут даже ситуация выглядит следующим образом. Когда мы говорим о том, что кто-то кого-то заставляет, в глазах картинка, что кого-то где-то собрали, забрали, привезли на ремонтную базу и пошло-поехало. На самом деле, все это выглядит большей частью не так. Это просто право человека с ружьем. Поэтому можно говорить, что мариупольцы заставляют отдавать еду, мариупольцы заставляют отдавать дань, мариупольцы заставляют ремонтировать технику, как частную, так и военную. Все это происходит с утра до ночи. И если люди отказываются, ну, разные бывают последствия, вплоть до того, что если касается предпринимателей, были факты, уже изжигали киоски за то, что не вовремя или не тем отдали дань из русских оккупантов. Поэтому происходит это постоянно. Основная часть ремонтируемой техники ремонта происходит на территории комбината имени Ильича. Там, в принципе, работают относительно штатные сотрудники. Заплату, правда, им платят очень редко и с перебоями. За последние два месяца, за январь-февраль не заплатили. Обещают заплатить в лучшем случае в марте. Поэтому ремонтируют авансом, что называется. Варианта отказаться, безусловно, нет. Вот. Шли они туда, люди, снова ковать сталь, что называется, заниматься металлургией. Мы сразу говорили, что вся металлургия закончится ровно на ремонтных базах оккупантов. Ну, в принципе, так это и происходит. С мобилизацией как обстоят дела? Хорошо. Началась. Первая тройка из коммунального предприятия уже на фронте. Один из колледжей получил мобилизационное распоряжение, потому что состоят... Ну, что такое колледж, да? Это учителя-предатели, давайте прямо говорить, которые одними из первых побежали, получили российские паспорта. С целью, тоже нам понятной, для того, чтобы одними из первых построить себе, в кавычках, карьеру, да, при новой оккупационной власти. Вот, поскольку там практически весь мужское население колледжа получило паспорта, сразу получили мобилизационное распоряжение. Сейчас определяют, сколько, кто и куда, и когда, собственно, отправиться на фронт в ближайшие дни буквально. То есть российский паспорт равно ты идешь на фронт сразу же, правильно? Ну, безусловно. Ты получаешь российский паспорт и должен встать на учет военную комбинатуру, как военная обязанная, да? То есть воинский учет плюс-минус похож на наш, на самом деле. И поэтому люди, как становятся на военный учет, они сразу подгажают мобилизации, как и все остальные граждане Российской Федерации. Кроме этого, стоит учитывать, что в эту волну мобилизации, Игорь об этом говорил, мы это подтверждаем абсолютно, учитывая в том числе настроение, которое царя там на Москве, следует ожидать, что в первую очередь мобилизация пойдет по вновь оккупированным территориям. У россиян есть в этом абсолютная логика, не поспоришь абсолютно. То есть что говорит российское население? Потому что если эти люди так хотели, провели референдум, присоединились, вот теперь они счастливы, пусть идут, защищают свой выбор. Ну, как бы логике не откажешь. И, безусловно, этим воспользуется Российская Федерация для того, чтобы и снизить напряжение от мобилизации, социальное напряжение на своей территории. Поэтому новая волна, как только начнется массово, начнется с Мариуполя. Первое, вот эти пробные камни из коммунального предприятия, из колледжа, это просто пробные камни, посмотрите, какая будет реакция внутри города. Реакция внутри города оккупационная власть устраивает, потому что ее никакой. Каждый думает, все-таки тешится надеждой, что это будет следующий неон. Поэтому скоро это берет просто глобальный массовый характер. Слушайте, ну, насколько я понимаю, сейчас в Мариуполе полумиллионники проживают 80-90 тысяч человек. То есть не так уже много этого ресурса всего. А по информации Генштаба, если пойти далее, то, в принципе, алкоголиков даже и бездомных вот сейчас забирают в военкоматы, проверяют и дают в руки оружие. Что вы об этом можете рассказать? Насколько действительно осталось этих людей, которых они на фронт могут поставить? Давайте посчитаем абсолютно верно, в совершеннолетнего, в совершеннолетнего населения города Мариуполя, там не больше 90 тысяч на сегодняшний день. Сразу берем, выбрасываем из этих 90 тысяч примерно 65 тысяч людей пенсионного возраста. То есть фактически большей частью тех, кто не подлежат мобилизации. Собственно, у нас остается порядка, для ровного счета, давайте скажем, 30 тысяч. Из этих 30 тысяч примерно половина будет, как ни крути, это мужчины, то есть подлежащие мобилизации. Даже если из 15 тысяч мобилизовать 10, это достаточно много. И это, не будем забывать, это минус 10 тысяч граждан Российской Федерации в период мобилизации. И это мы говорим только в Мариуполе. Поэтому, если, грубо говоря, пошписти по сусекам, не будем забывать, за Мариуполем пойдет остальная часть Донецкой области. Потом у нас есть еще оккупированная часть Запорожской области, есть оккупированная часть Херсонской области. Ну, таким образом, я думаю, там, тысяч 30 вот россияне насобирают. Если в целом брать, это уже 10, там, процентов от планируемой мобилизации, цифр, которые озвучили. Не так и мало, на самом деле, если все сложить вместе. Ну, и плюс, не будем забывать, какие картинки, какой фон создаст российская пропаганда. Поэтому, ну, точно это положительно скажется на социальных настроениях в России в период мобилизации. А для россиян и для российской власти, ну, кто такие мариупольцы? Это не люди, это люди третьего сорта. В общем-то, тут тоже ничего не поменялось. Это как при мобилизации, так и без мобилизации. Ну, это все равно украинцы, которых стоит перемолоть, уничтожить, избавиться от них любой ценой. Тут политика в России вообще не поменялась. Поэтому, я думаю, что по максимуму мобилизируют людей. Будут где-то показывать, как счастливо мобилизированы. Где-то будут счастливо показывать каких-то безумных добровольцев. Ну, мы знаем с вами, как работает российская пропаганда. Они могут показать все, что угодно. Черное-белое, на белое-черное, ну и так дальше. Да, оккупанты ведут себя именно так, как ведут себя обычные оккупанты и террористы. По сути, ничего нового не произошло. Спасибо большое за то, что прояснили ситуацию. Мы постоянно с вами на связи для того, чтобы получать обновленную информацию. Будем надеяться, что в самое ближайшее время сможем поговорить еще и о деоккупации Мариуполя. Спасибо. Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, был с нами на прямой связи.